Уважаемая госпожа председатель, дамы и господа, коллеги, сегодня, когда ситуации в мире становятся все более сложной, когда не урегулированы старые, возникают новые очаги напряженности, на первый план выходят задачи выработки обновленных, отвечающих духу времени, подходов к обеспечению стабильного, устойчивого развития человечества. Очевидно, что конечным адресатом всех этих усилий должен быть человек со всеми его нуждами и правами. Россия последовательно исходит из необходимости уделять равное внимание всем категориям прав человека, не только гражданским и политическим, но и экономическим, социальным, культурным. Иначе не защитить интересы социально уязвимых групп населения, женщин, детей, многодетных семей, пожилых, инвалидов, безработных. К сожалению, совместной созидательной деятельности по всестороннему обеспечению прав человека препятствует взятый странами Запада курс на замену общепризванных норм международного права неким миропорядком, основанным на правилах. Базовые социально-экономические права игнорируются на фоне выпячивания агрессивно-либерально трактуемых политических прав. Обвинительная риторика, в том числе в виде так называемых страновых резолюций, все чаще используется в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, для введения нелегитимных односторонних санкций, а зачастую и для попыток смены неугодных правительств, которые не разделяют изобретенные Западом в одностороннем порядке весьма сомнительные ценности и игнорируют культурно-цивилизованное многообразие современного мира. Такая порочная практика ведет к нагнетанию конфронтации, а в конечном счете сужает возможности граждан реализовывать свои законные права. Надежное обеспечение прав и свобод несовместимо с двойными стандартами. Не может не вызывать удивление то обстоятельство, что некоторые западные коллеги, на словах радеющие за демократию, сознательно закрывают глаза на вопиющее подавление базовых прав человека на Украине. Принятые там законы об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, об образовании и внесенные сейчас в Верховную Раду законопроекты о медиа и о противодействии дезинформации носят откровенно дискриминационный характер, попирают права национальных меньшинств, де-факто устанавливают государственную цензуру. Эти нововведения не только противоречат международным обязательствам Киева, но и нарушают Конституцию Украины. Несмотря на то, что Венецианская комиссия подтвердила их дискриминационный характер, украинские власти не приняли и не собираются принимать никаких мер для исправления этой ситуации. Считаю принципиально важным, чтобы Совет по правам человека дал оценку этой неприемлемой ситуации и потребовал неукоснительно соблюдать права всех без исключения национальных меньшинств. Не будем забывать, что этого требуют и одобренные Советом Безопасности ООН Минские договоренности, которым нет альтернативы. Серьезные проблемы наблюдаются и в других государствах. В странах Прибалтики стало нормой подавление свободы средств массовой информации, преследование инакомыслия, ущемление прав национальных меньшинств вплоть до позорного феномена безгражданства. Все более вольно чувствуют себя экстремистские партии, движения и группы, занимающиеся распространением идеологии нацизма, расового превосходства, дискриминации и ксенофобии. Призываем западных коллег повлиять на своих протеже. В ответ слышим стыдливые ссылки на заботу о свободе слова и мирных собраний. На деле получается, что западные демократии тем самым дают зеленый свет на распространение нацистской идеологии, на восхваление нацистских пособников, на факельные шествия под знаменами ВАФНСС. Подобная политкорректность, по сути, оправдывает человеконенавистническую идеологию. В угоду узкокорыстным интересам нарастают попытки пересмотреть не только решения Нюрнбергского трибунала, но и в целом международно признанные итоги Второй мировой войны. Все более циничные формы обретает кампания по фальсификации истории. Цивилизованная Европа стыдливо молчит, наблюдая кощунственную войну с памятниками и мемориалами в честь тех, кто ценой жизни спас народа континента от полного истребления. Молчанием сопровождается и увековечение памяти убийц и преступников, причастных к воплощению в жизнь теории расового превосходства. Необходимо пресечь эту вакханалию беспамятства. Победа во Второй мировой войне должна быть объявлена историческим достоянием человечества. Серьезная озабоченность вызывают попытки использовать религиозный фактор в качестве инструмента геополитических игр. Усиливаются межконфессиональные разломы, все чаще оскверняются религиозные святыни в различных регионах мира. Верующие и священнослужители подвергаются нападениям, гонениям, убийствам. В ряде стран Ближнего Востока резко сократилось, а то и почти полностью исчезло присутствие христиан, которые жили там веками. Международное сообщество и Совет по правам человека обязаны поставить заслон на пути поднявших голову экстремистов. Пока же в позиции некоторых наших коллег, вольно или невольно, преобладает стремление оправдывать бесчинство радикальных и террористических группировок. Иначе трудно объяснить увещевание о возможности заключения договоренности о перемирии с бандитами, как это происходит при обсуждении ситуации в Идлибе. Это не забота о правах человека, а капитуляция перед террористами, а то и поощрение их деятельности в грубейшие нарушения универсальных конвенций и многочисленных резолюций Совета безопасности ООН. С разгулом терроризма в регионе Ближнего Востока и Севера Африки в результате агрессии НАТО против Ливии в 2011 году напрямую связан беспрецедентный миграционный кризис. Для его долгосрочного урегулирования необходимо устранить коренные причины, вынуждающие людей покидать свою родину. На первый план выходит задача стабилизации обстановки в государствах региона через поощрение инклюзивного национального диалога, а главное – прекращение незаконного вмешательства в их внутренние дела и соблюдение принципов Устава ООН. Именно такой подход, а не попытки использовать правозащитные лозунги в геополитических играх, позволит найти устойчивое и долгосрочное решение проблем простых людей, обеспечить их права, начиная с самого главного – права на жизнь. Важаемая госпожа председатель, современные вызовы и угрозы носят глобальный, трансграничный характер. Для их успешного преодоления важно укреплять существующие многосторонние институты, поддерживать в межгосударственных отношениях атмосферу доверия и взаимопонимания, решительно избавляться от двойных стандартов. Свой вклад в эти усилия может и должен вносить Совет ООН по правам человека. Мы рассматриваем Совет в качестве ключевого инструмента, призванного обеспечивать конструктивный, деполитизированный, многосторонний диалог на основе универсально согласованных общеприемлемых критериев. Беспреспективно навязывать кому бы то ни было так называемые ценности, которые отражают состояние общественной морали узкой группы государств. Какого бы высокого мнения о себе эта группа ни была. Дискуссии по правам человека должны быть репрезентативными, плюралистическими. В этих целях Российская Федерация выдвинула свою кандидатуру для избрания в Совет на период 2021-2023 годов. Хотел бы заверить, мы приложим максимум усилий для продвижения коллективных начал в его деятельности с целью выработки консенсусных подходов и отказа от конфронтации. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...